Здоровье Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто, поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Не секрет, что школьные нагрузки являются причинами переутомления, повышенной раздражительности, плохого сна, снижения работоспособности. Ребенку приходится подолгу сидеть за уроками, а сидячий образ жизни отрицательно сказывается и на осанке, и на самочувствии. Летние каникулы, наверное, самое подходящее время для отдыха и оздоровления. Удачно совместить и то, и другое. А сделать это можно в санатории. Но как правильно выбрать оздоровительный санаторий для детей? Можно ли ехать в санаторий с маленьким ребенком? Из какого возраста можно отправлять ребенка одного? Ответы на эти вопросы и массу полезных советов получим сегодня у меня в гостях. Наталья Мокина, главный врач детского санатория «Юность», доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской реабилитации, физиотерапии, спортивной медицины и курортологии Самарского государственного медуниверситета, а также главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по санаторно-курортному лечению. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, спасибо. Наталья Александровна, что касается отдыха, что касается курортного лечения, мы как-то сразу думаем, поедем на курорт, на юг, на Кавказ, не знаю, куда-то еще. А вот Самарская область, насколько хороши курортные условия именно в нашем регионе? Ну, вы знаете, на самом деле Самарская область относится к пяти ведущим регионам по плотности расположения санаторно-курортных организаций, потому что наш климат лесостепной полосы, наличие Волги как водного, естественного рекреационного водоема, все это создает благоприятные условия для отдыха, в том числе и климатического лечения. Поэтому, конечно, можно выбрать и курорт привычный, приморский, а можно выбрать и курорт средней полосы, бессменное место жительства, что не требует переадаптации к другой климатической зоне. Я сказала, что лето хорошо для оздоровительного лечения, но на самом деле мы говорим о том, что лечиться и оздоравливаться дети могут ведь круглый год, правильно? И как раз такие вот полеты в теплые страны, в теплые края с маленьким ребенком, наверное, могут, наоборот, отрицательный эффект после такого лечения? Да, и у нас, вы абсолютно правы. Вы понимаете, смена климатической зоны, особенно для ребенка, который растет в городе, это тяжелый стресс. И в среднем для переадаптации к новому климату требуется от пяти до семи дней, особенно для ребенка дошкольного возраста. Поэтому, понимая о том, что обычный тур-путевка – это 10-12 дней, ожидать какого-то оздоровительного эффекта от такого тура очень сомнительно. Такой тур, конечно, больше для взрослых, и это в основном туристические программы с познавательной целью. Если ребенка нужно оздоравливать, если ребенок часто болеет, конечно, предпочтительнее местные курорты в своей климатической зоне, и не меньше, чем на три недели, как это положено по стандартам. А какие именно природные факторы наши, волжские, являются лечебными? Вы знаете, мы относимся к числу тех 20 с небольшим счастливых регионов Российской Федерации, где есть природные лечебные факторы. Это и климатические факторы, о которых мы с вами сейчас говорили, это и бальнеологические факторы, грязевой. Хочу напомнить, что в нашем регионе находится курорт Сергиевский минеральный вода. Мы все можем пользоваться грязью оттуда, и все санатории так и делают. У нас более 40 санаторно-курортных учреждений в нашем регионе сейчас функционируют, разных форм собственности. А также у нас есть вода питьевая и для наружного применения. Конкретно в нашем санатории мы пользуемся Красноглинским горизонтом минеральной воды для этих целей. У нас есть непосредственно своя скважина, которую мы применяем для питьевого лечения и для наружного лечения. Насколько велик санаторий «Юность»? Какая средняя загрузка, вообще сколько людей может? Вы знаете, санаторий «Юность» – это объединенный санаторий. В нем находятся три санатория. Общая коечная мощность составляет 510 койк. И в год это позволяет пролечивать 6,5 тысяч и более детей ежегодно. Дети поступают, конечно, из нашего региона, потому что путевки бюджетные и финансируются путевки из областного бюджета преимущественно. Поэтому понятно, что для оздоровления у нашего санатория необходимо иметь прописку в Самарской области, в Самарском регионе. По каким профилям вы лечите пациентов? С чем лучше совершенно точно уже поехать к вам? Профили у нас, ведущие профили – это бронхолегочная патология. Часто болеющие дети, бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит, восстановительный период после перенесенных операций пневмонии. Мы работаем как восстановительный этап после стационарного лечения в том числе. Это гастроэнтерологическая патология, это болезни мочеполовой системы, это болезни сердечно-сосудистой системы, суставов, нарушения обмена веществ. Все то, что можно лечить с помощью водного и грязевого фактора, а также с помощью вот именно этого климатического фактора и такого лечебного фактора, как трупы здоровья, теренкуры, воздух, лесной зоны. Потому что наш санаторий находится, каждое из отделений находится в зоне озелененной. И даже Красноглинское отделение находится непосредственно на берегу Волги, вблизи парка Дружба, который был недавно благоустроен администрацией Красноглинского района. Да. Гастроэнтерологическое направление, это, наверное, вообще все дети, даже не через одного сегодня, как бы не пытались родители правильно их кормить, все равно эти проблемы у всех есть. Это получается, что вот совершенно точно можно ехать к вам восстанавливать здоровье. Скажите, пожалуйста, ну а просто, когда нет каких-то серьезных, может быть, заболеваний, вот для того, чтобы просто укрепить здоровье, есть в этом смысл? Для детей это возможно. И хочу вам сказать, что в настоящее время группа здоровья первая, о которой вы говорите, абсолютно здоровые дети, их достаточно немного, это около 20%. Все остальные 80% имеют те или иные заболевания или функциональные нарушения. Функциональные нарушения, ну, это пограничное состояние между здоровьем и болезнью. И те дети, которые учатся в школе, как правило, у них есть какие-то проблемы. Или хронические заболевания верхних дыхательных путей, или нижних, или то, о чем вы говорите правильно, пограничное состояние, функциональные диспепсии, гастриты или гастродуадениты. Все эти заболевания, конечно, требуют своевременной коррекции, потому что понятно, что функциональные нарушения, следующий этап, это уже хроническое заболевание. Для того, чтобы этого не было, как раз существует и санаторно-оздоровительный этап лечения. Вы государственное учреждение, а какие группы населения все-таки ваши прямые пациенты? Вы знаете, государственное действительно учреждение, и в этом преимущество для населения нашего региона. То есть дети от 4 до 15 лет могут поступать в санаторий бесплатно по бюджетной путевке круглый год. Путевку можно получить, направление на путевку можно получить у врача-педиатра, подойти к нему. Если ребенок с хроническим заболеванием, там есть уже учет на диспансерной группе лечения, то есть ребенок уже имеет амбулаторную карту, в которой прописан определенный диагноз хронического заболевания, такой ребенок имеет право ежегодно на санаторно-курортное лечение. На профилактическое лечение рекомендуется обычно один раз в два года проходить профилактическое лечение. То же направление можно получить у педиатра. Там же можно получить справку об отсутствии инфекции, отсутствии энтеробиоза, то есть у ребенка. Обязательно нужно иметь копию страхового полиса с этими документами, обратиться. Сейчас у нас есть такая организация Самара Формации, которая организует раздачу путевок по направлению из лечебно-профилактических учреждений. Обратиться и получить путевочку. Вот с этим пакетом документов, исходя из графика заезда, в который выдана путевочка, поступить с ребенком на санаторно-курортное лечение, привезти его туда, в санаторий, в одной из отделений, куда направлено. Наталья Александровна, наверное, в санаторно-курортном лечении, как и в любом лечении, главный принцип – это не навреди, да? Какие противопоказания существуют для лечения в юности? Противопоказания, их немного, но они достаточно серьезные и препятствующие выполнению лечебных мероприятий немедикаментозным фактором воздействия. В частности, инфекционные заболевания в стадии обострения, паразитарные заболевания, это заразные кожные болезни, естественно. Это кахексия любой теологии, психические расстройства и эпилепсия неконтролируемой формы. Вот, в общем-то, небольшой, но стандартный список противопоказаний. Используются ли сегодня в работе санатория современные информационные автоматизированные системы? Да, вы знаете, это очень своевременный вопрос, Инесса, вы задаете, потому что федеральный центр НИИ курортологии восстановительной медицины разработал критерии оценки санаторно-курортных организаций Российской Федерации. И в том числе одним из ведущих критериев является использование информационных технологий в работе учреждений. Что имеется в виду? Имеется в виду информационное ведение истории болезни, то есть информатизация карточки пациента, да, сказать, если обычным языком. Имеется в виду оптимизация очереди, электронная очередь, для того, чтобы пациенты у нас при приеме во время заезда не ожидали слишком летное время, пока их осмотрит врач. Ну и, естественно, все эти технологии предусматривают прежде всего первичное хранение медицинской документации. То есть согласно тем требованиям, которые сейчас устанавливает Федеральное министерство здравоохранения, о переходе на электронный документ оборот в части ведения первичной медицинской документации. И касается это и санаторно-курортных учреждений в том числе. Безусловно, это очень удобно для пациентов. Это осложняет или облегчает работу персонала? Это облегчает работу персонала, потому что, имея номер страхового полиса, введя фамилию пациента и номер страхового полиса, мы сразу видим все данные пациента, не нужно их набивать заново, а только можно переходить уже к оформлению первичной медицинской документации непосредственно санаторной. Я так понимаю, что люди приезжают к вам не по одному разу, да? Конечно, безусловно, такое бывает, потому что, к сожалению, дети болеют часто. Но рекомендуется санаторно-курортное лечение, как любое лечение, все-таки проходить курсами не более одного-двух раз в год, даже если есть показания. Все-таки санаторно-курортное лечение имеет тоже свои особенности, и это лечение прежде всего. Давайте теперь все-таки расскажем, что такое санаторий юность, какую площадь он занимает, что из себя представляет. Санаторий юность у нас занимает в общей сложности, если взять все три отделения, порядка 30 гектар по территории и более 3000 квадратных метров лечебных площадей. Самарский областной детский санаторий юность, являясь сегодня крупнейшей региональной детской здравницей, ежегодно принимает более 6000 ребят. Санаторий располагает современной лечебной базой в соответствии со стандартами санаторного лечения Минздрава России. Здесь есть спелеокамера из блоков лечебной руды, различные виды массажа, ландшафтные теренкуры, дыхательные тренажеры, лечебная физкультура, различные виды аппаратной физиотерапии и ингаляции. Проводится парафина и грязелечение, герудотерапия, фитотерапия, тепло- и бальнеотерапия. От приема минеральной воды до лечебных души и широкой линейки лечебных ванн – солодковые, жемчужные, четырехкамерные. Ну и, конечно же, особо любимые детьми такие вкусные, полезные, солодковые, кислородные коктейли. Это настолько красиво, и каждый уголок с такой любовью оформлен. А теренкуры-то вообще что? Инесса, вы знаете, я хочу сказать, что насчет ландшафтных прекрасных видов вы совершенно правильно заметили. Ведь это тоже входит в лечебно-рекреационные оздоровительные факторы. Есть даже такой термин в климатологии, называется ландшафтотерапия. Поэтому очень рекомендуют всем учреждениям и больницам, тем более санаториям, иметь красивые, благоустроенные территории, потому что это тоже помогает оздоровлению. Что касается теренкуров, их еще называют трупы здоровья. Наверное, не случайно такое название вы слышали. И в наших климатических курортах эти трупы здоровья очень активно используются. Что такое терапа здоровья? Это определенные дорожки под определенным наклоном и изгибом от 500 и выше метров. То есть кардионагрузку тренируют? Да, кардионагрузку, дыхательную систему тренируют. А мало того, что это рекомендуется, естественно, и пациентам, умеющим определенные заболевания, сердечно-сосудистые, бронхолегочные, это рекомендуется и здоровым тоже проходить ежедневно менее двух километров. Все об этом знают и лучше это делать на свежем воздухе. Мы с вами перед эфиром говорили о том, что санаторию уже, ого-го, исполнилось 60 лет. Серьезное такое солидное учреждение. И за эти 60 лет, наверное, многое прошло и изменилось. Ведь когда мы едем в санаторий, нам же комфорт хочется, это раз. И второе, нам хочется, чтобы мы получили современное лечение на современном оборудовании. Вот какая медицинская база на сегодняшний день существует в юности? Да, действительно, санаторий исполнилось в прошлом году 60 лет. А вообще санаторно-курортной службе детской в нашем регионе уже почти 120 лет. Потому что первые санатории появились в начале 1900-х годов. Экспертный возраст. В нашей губернии, да. И вот я хочу сказать, что, конечно, безусловно, времена меняются, меняются медицинские технологии. И санаторно-курортный этап во всем мире сейчас выходит на этап, который захватывает и больное, и здоровое население. То есть здоровое население трудоспособного возраста, как дети, так и взрослые, имеет возможность получать профилактические программы. А те пациенты, которые имеют хронические болезни, они уже непосредственно занимаются лечением этих сформированных хронических болезней. И большой плюс в том, что в нашем регионе дети могут получать лечебные технологии бесплатно. А что мы можем предложить? Мы можем предложить, конечно, современную функциональную диагностику в том комплексе, который это необходимо для верификации диагноза, для контроля эффективности лечения. Мы можем предложить и больную грязелечебницу. Мы пользуемся как раз грязью сергиевских минеральных вод, и тамбуканской грязью кавказских минеральных вод. У нас, как я вам сказала, своя скважина с минеральной водой, которую мы используем для наружных целей, для приема ванны, для питьевых целей. То есть прием по схеме в течение срока пребывания ребенка в санатории. Кроме того, у нас есть достаточно мощное физиотерапевтическое отделение, включающее ингаляционное оборудование, современные физиотерапевтические аппараты последнего поколения. И аппараты для механотерапии, и механического массажа, и, естественно, штат массажистов, которые осуществляют ручной массаж. Ну и, безусловно, досуговые кабинеты, кабинеты медицинских психологов, которые тоже очень помогают в общем комплексе санаторно-курортного лечения. Дети все-таки, наверное, особые пациенты, да? Особый подход требуется к лечению. Каким вообще образом назначается лечение и как потом контролируется его ход? У нас есть федеральные стандарты, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. Эти стандарты включают лечение ребенка на 21 день в зависимости от диагноза. На каждый диагноз существует свой набор немедикаментозных процедур и диагностических исследований. Этих стандартов мы придерживаемся, и это позволяет унифицировать подход к врачей, к вообще ведению любого ребенка, что называется без самодеятельности. То есть есть закон, есть стандарт, порядок, его надо соблюдать. И каждый ребенок, естественно, получит вот это лечение, которое положено и рекомендовано ведущими экспертами. Как ребенок получает лечение? Он поступает, в течение первых три уния он осматривается врачом, и врач назначает вот как раз тут перечень процедур, которые не противопоказаны ребенку, но показаны в его данном конкретном случае с учетом его основного и сопутствующего диагноза. Отправляя детей в санаторий, родители, наверное, все-таки переживают? Дети не все и не всегда послушны и способны добросовестно выполнять, ходить на все процедуры и так далее. Каким-то образом это контролируется, отслеживается, чтобы спокойнее было родителям, что да, лечение проходит? Должна вам сказать, Анесса, что дети в санатории – это средства нашего современного общества, представленные со всеми его и психологическими, и физиологическими, и другими типами. Поэтому, конечно, для этого существует воспитательно-педагогическая служба для того, чтобы отслеживать, во-первых, то, как происходят режимные моменты, а во-вторых, как реализуется лечебная программа. Лечебная программа контролирует врач-лечащий, заведующий отделением, зам по лечебной работе, а также у нас есть система внутреннего контроля качества, которая тоже отслеживает выполнение стандарта. И еще, наверное, совершенно немаловажный вопрос – это питание. Каким образом оно организовано в санатории, на каких постулатах держится? У нас в санатории сейчас лечебное питание проводится на основе аутсорсинга. Как проводится? Мы знаем прекрасно, что существуют у нас лечебные рационы питания, лечебные диетические столы. В основном сейчас приемлемы 5 лечебных рационов питания, потому что они проще и достаточно унифицированы при разной патологии. Вот именно основе этих 5 лечебных рационов питания у нас проводится 6-разовое питание для детей во всех отделениях, с учетом того заболевания, которое есть у ребенка. Дети приезжают к вам не только летом, а в течение целого года. И некоторые, вы сказали, до трех недель проводят там, да? Ну, дети есть дети, конечно же, им, наверное, хочется не только лечиться, а еще как-то отдыхать, развлекаться. Каким образом налажена вот эта часть пребывания в санатории? Что касается учебного года, то дети школьного возраста у нас обучаются селами преподаватель, прикрепленных к нами школ. Уроки для детей в санатории, согласно СанПИН, санаторному, проводятся не более 35 минут в день. Это так положено, потому что ребенок находится на лечении. Это все уроки или один урок? Нет, ну каждый урок продолжается 35 минут. У более старших детей, старших классов, у них до 40 минут, но не более. Детей младшего школьного возраста 30-35 минут. Учителя знают об этом и придерживаются данной продолжительности уроков. Хочу сказать, что в учебном году досуговой составляющей остается очень мало места, потому что дети лечатся, дети учатся. И буквально рекомендуется СанПИНом не более одного-двух кружков, чтобы ребенок посещал санаторий в период школьный. Если это летний период, здесь, конечно, нам легче. В том плане, что мы можем на открытом воздухе проводить занятия с детьми. Здесь насыщенность по кружкам, по культмассовым мероприятиям, акциям, флешмобам и всему остальному достаточно большая по сравнению с сезоном, когда ребенок должен учиться. И это было бы непонятно, если ребенок месяц, почти три недели находится в санатории, и он не получает никаких отметок, никаких знаний. Это, конечно, проводится, и это рекомендовано федеральными нормативными документами. Но все-таки какие-то музыкальные залы, площадки для игр. Конечно, это предусмотрено, и это обязательно есть. У нас есть и игровые комнаты, у нас есть и муз-руководители в каждом отделении, которые играют на фортепиано, на аккордеоне. У нас есть и музыкальный зал, где проводятся так называемые музыкальные гостиные. У нас есть детские площадки на открытом воздухе. У нас есть залы лечебной физкультуры, где можно проводить и проводятся не только занятия лечебной физкультуры, но и линейки, какие-то акции, когда погода не очень хорошая, или это холодное время года. Все это, конечно, есть и учебные классы, потому что как раз учителя занимаются непосредственно в школьных классах, которые есть в каждом отделении. Ну, я думаю, что неправильно будет не удовлетворить интерес наших зрителей и спросить вас о том, а кто нас лечит в санатории юность, какая квалификация медицинского персонала, выполняются ли знания, ведь время идет, и, собственно, и лечебные методики меняются, аппаратура меняется. Да, вы знаете, Инесса, у нас персонал медицинский, персонал средний, медицинский персонал с высшим образованием, то есть врачи, до 70% имеют квалификационную категорию. Из них 35% имеют первую и высшую категорию, в том числе врачи и медицинские сестры. Конечно, безусловно, они участвуют и в системе непрерывного медицинского образования, и в выездных, в том числе съездок, конгрессных семинарах, потому что сейчас настолько быстро меняется медицина, настолько много новаций, как говорят наши горы от медицины, что если врач не учится в течение трех месяцев, он устает на пять лет. Совершенно не медицинский вопрос, человеческий, где-то дилетантский, вот вы как глава учреждения. Ваше мнение, какое главное требование, которое вы должны предъявлять тем, кто работает с детьми? Вы знаете, ну, может быть, это банально будет звучать, но надо прежде всего любить детей, иметь искорку доброты хотя бы. Вот, если это есть, и есть еще и профильное образование, такому специалисту просто нет цены. Говорю это из опыта. А если кто-то не получил ответ на какой-то свой вопрос, вот из нашей с вами сегодняшней беседы, где можно узнать, может быть, более подробную информацию, и уже принято решение, предположим, что да, я хочу, куда пойти, еще раз обозначим, если можно. Вы знаете, у нас есть адрес сайта, у нас есть свой сайт, достаточно часто обновляемый, есть контактные телефоны, может быть, вы как раз сможете бегущей строкой отобразить. Конечно, мы показываем их на протяжении всей программы. И на сайте можно найти ссылки для детей на группы общения ВКонтакте, на Фейсбуке, где мы выкладываем видео и фото с мероприятий, которые проводились, в которых дети принимали участие. Можно скопировать, посмотреть, поделиться с друзьями, знакомыми, оставить свой отзыв или провести какой-то мини-форум в рамках вот нашей группы общения. Тоже можно найти на сайте, на нашем ссылочке. Наталья Александровна, очень авторитетная беседа. Я думаю, что, наверное, многие вопросы получили сегодня ответы у наших зрителей. Большое спасибо за то, что вы пришли к нам в студию. Спасибо большое, Несса. И рассказали нам о санатории. Ну, а мы будем подводить итоги. Итак, для часто болеющих детей поездка на пару недель в санаторий зачастую – это единственный способ выбраться из порочного круга заболеваний, восстановить иммунитет, выправить осанку, избавиться от постоянных простуд как минимум на год. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова